Добрый день, дамы и господа! За окном иллюминатор у нас 30 градусов тепла, а это значит, что пора бы вам показать топ кроссовок. Какой-нибудь интересный, необычный и подходящий на это ускользающее 24-е лето. В общем-то, пристраивайтесь куда-нибудь поудобнее, готовьте себе чаечку-кофеечку. С вами Astell, и у меня сегодня для вас настоящая вишенка, золотая середина, офигенные кроссовки, которые лично хочу от сердечка оторвать и поделиться с вами. Я от них кайфую и хочу, чтобы вы тоже на них посмотрели, посмотрели, что мне нравится, что немножко актуально и так далее. 50% топа этих сникерсов было у меня в коллекции, может быть, не во всех модификациях, потому что тут будут интересные коллаборации. И 50% это те кроссы, которые немножко похожи вот на те, которые я вам покажу. И еще небольшая часть, которую я бы очень хотел себе в коллекцию, но в силу тех или иных обстоятельств так и не получилось себе их заметить. Но, возможно, когда-нибудь все-таки приобрету. В общем-то, также помните, что у нашего канала есть один телеграммчик, где я пишу какие-нибудь новости, постики интересные, там о жизни делюсь, как я бегаю, как я не бегаю, как у меня ящики ломаются или еще что-нибудь. И второй канал, где я продаю кроссы с обзоров и продаю кроссы именно, которые, например, из моей коллекции. Поэтому подписывайтесь и туда, и сюда. И, как говорил Классик, начинаем начинать! Первый блок у нас называется Кортеза Подобные. Все потому, что все последующие кроссы из этого блочка будут похожи на Найк Кортез. И да, в этих сникерсах можно немножко себя почувствовать Форест Гампо, можно немножко ощутить себя каким-нибудь Ди Каприо и так далее. Или прочувствовать полноценно американскую мечту. Но, в любом случае, эти кроссовки намного симпатичнее, намного интереснее в настоящее время, чем те же какие-нибудь Air Force. Да и материалы здесь точно такие же. Ну, естественно, именно в этой версии. В общем, к ним максимально, вам говорю, присмотреться. Потому что эта база, она выглядит очень классно. С какими-нибудь шортами выглядит вот так вот, с какими-нибудь широкими штанами. Это просто великолепие. Я не знаю, мне на девушках Кортеза нравится прям очень сильно, когда они еще закрываются вот так вот, какими-нибудь, может, вельветовыми штанами. Это просто вау. Особенно, если взять какую-нибудь еще бежевую расцветку. Ну, естественно, не в такой вот коже, кожзаме, если быть точнее, а в какой-нибудь замше. То это прям уже немножко даже получше на то же лето. В общем, присмотритесь. Вот этот вариант очень хорошо отмывается, имейте в виду. И погнали к следующим сникерсам. Аницука Тайгер Ран Спарк. Посмотрите на эти фотки. Немножко, наверное, что-то напоминает. Но, как я вам сказал, это все дело очень похоже на то, что увидели буквально минуту назад. Ну, а теперь подбегаем к моему любимому бренду Adidas с моделью SL72. Если вам надоели какие-нибудь плоские сникерсы, те же самбы, газели и прочее, 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 то присмотритесь вот к этой модельке. Выглядит она очень свежо. Есть такие вот интересные расцветки. Пара была у меня когда-то давным-давным-давно в коллекции. На нее вообще не жалуюсь. Поэтому вот держите такие фоточки и держите вот такие фоточки. Можно смело покупать. Стоит эта пара не так уж и дорого. Adidas Shadow Tour в коллаборации с брендом SFTW. Естественно, там есть расшифровка, но я ее полноценно не помню. Это что-то прям такое необычное, немножко экзотическое. К чему бы стоило присмотреться. Есть вот такие вот расцветочки, есть вот такие расцветочки. Когда они только выходили, я такой, вау, интересно выглядит. Прям, знаете, так немного неприятно отчасти. Но стоит не так дорого, в районе 1000 юаней мой размер. Что, в принципе, приемлемо, особенно для такой интересной и необычной пари. То же самое, кортезо-подобные сникерсы. И перебегаем к следующим адикам. Как вы знаете, волос Боннер достаточно сильно повлиял на буст адика. И кантри OG не прошли мимо. Посмотрите, у них есть вот такая вот интересная и классная расцветка. Конечно, можно присмотреться и к обычным кантри OG. Но имейте в виду, что если брать какую-нибудь похожую расцветку, как на эти вот кортезы, то там материалы прям, ну, как будто бы даже хуже, чем у этих. Хотя стоят они не так уж и бюджетно. То есть я покупал юани за 700 или 800, ну, короче, наши деньги 1012. И кроссы выглядели очень-очень скудненько. Но есть вот такие вот интересные коллаборации, которым я вам рекомендую присмотреться. Но учитывайте, что слегка дороговато. Но иногда какая-нибудь такая пара должна быть в коллекции. А чтобы далеко от Волсбонера не уходить, можно еще присмотреться к SL-кам 76-ым. То же самое. Адики. Вот такие вот амортизации, что и у предыдущих кроссовок. Все то же самое. Но внешечко это просто мое почтение. Если хотелось какую-нибудь экзотическую пару, то почему нет, можно присмотреться к ним. Стоит тоже относительно не так уж и дорого. Поэтому давайте уже перебегать к другим моделям и к другому блоку. А следующий блок кроссовок я назвал плоскостопие. Все потому, что эти синкерсы действительно очень низкие. И там, если только сильно повезет, будет какая-нибудь маленькая амортизационная прослойка в виде мизинчика. И то это прямо на тяжечку. В общем, в этих синкерсах я вам не рекомендую ходить много шагов. Потому что это буквально 6 тысяч, может быть 5 тысяч. Но не более. Иначе коленки вам спасибо не скажут. Многие будут очень-очень сильно вставать в конце дня. На 3-4 часа, на какой-нибудь вечерок презентабельный, почему нет, можно выйти. Ну или просто, если вам пара очень сильно нравится, порадовать свой глаз, прогуляться вечерком. В общем, первая это пара под названием Puma Speedcat. Посмотрите, вот такие вот фотографии. Не обмануть, действительно, очень-очень плоские. Выглядит интересно, присмотритесь. Так как волос-боннер много сделал для Adidas, я просто не могу не порекомендовать еще одну модель IC-IN. Это великолепие, дизайна и стиля там просто хоть отбавляй. А вот амортизации, естественно, там все так же не хватает. Поэтому он тоже отправляется в блок плоскостопия. И переходим к следующим кроссовкам, которые у меня есть в коллекции. Это вот такие прекраснейшие Adidas и Gazelle в коллаборации с брендом Food Industry. Обзор на них был. Кожа, рожа, великолепие. Стоит не 50, не 100 тысяч, как волос-боннер. Стоит всего лишь, что там 10-15 тысяч рублей. Я свою взял тысячу за 14 и очень этим доволен. И эксплуатирую на самом деле очень-очень часто. Несмотря на то, что есть кожа, рожа и внутри, и снаружи, в них сильно не потеешь. Это просто имейте в виду. В общем, 10-10. Перебегаем к следующей паре под названием Adidas Gazelle в коллаборации с Bad Bunny. Это тоже великолепие. Вышло относительно недавно. Выглядит интересно. Есть синие, есть белые. Но определенно дороговаты. Тут прямо на любителя. Не супер стилю красную дорожку. Если подешевее, то возьмем. Потому что тот же мой сайз, я смотрел, стоит 30 или 40 тысяч рублей. Что на самом деле дороговато, когда можно взять какие-нибудь, не знаю, те же формы Bad Bunny белые вообще тысяч за 15. Или можно взять какие-нибудь кампусы, тоже интересные в коллабе с тем же Bad Bunny. Ну, если эти подешевеют, то новиночку я бы себе обязательно приобрел. Reebok Energia в коллаборации с Butter. Это что-то экзотическое. Это что-то футуристичное. Если взять синие расцветки, то привлекать внимание будет на 10-10. Поэтому присмотритесь. Это прям вау. И подходим мы к великолепию под названием Balenciaga. Не удивляйтесь. Модель Drive. Она не супер дорогая, но выглядит почти как треки. Потому что верх у них именно от них. А снизу там нет вообще ничего. То есть была подошва 3XL какая-нибудь, да, вот эта массивная. Ее просто срезали и оставили одну стелечку. В общем, великолепие для того, чтобы кататься в картинге, для того, чтобы водить машину. Не зря же название Drive. Ну и стоит, как я говорил, там не супер дорого. 30-40 тысяч рублей. Для Balenciaga это прям действительно дешево. Давайте от Balenciaga далеко не уходить. Потому что у них есть просто великолепная модель. Которая выглядит на все 100. И напоминает мне чем-то переплетение мышц человека. Модель под названием TIRX. Посмотрите, это великолепие. Будь бы у меня свободны 50 тысяч рублей. И желание купить что-то такое футуристичное. Я бы взял именно эти синтезы. Потому что выглядят они просто вау. Присмотритесь. Стоит в районе 40, может быть 60 тысяч рублей. Для Balenciaga средний ценник плюс-минус. Потому что те же траки у нас сейчас стоят под 100 тысяч рублей и так далее. Что вообще неприятно и невкусно. А вот эти за полцены. Потому что, наверное, опять же нет вот этой гигантской амортизационной пены. Ну а следующие у нас это любые пятипалы вибрамы. Не смотрите на меня так. Это на самом деле великолепие, недооцененное и очень интересное. Все эмоции у нас будут в обзоре. Просто знайте, что они стоят своих денег как минимум за то, что они вызывают очень офигенные и приятные эмоции. Кроссы Бомба рекомендую. Но, естественно, для своей конструкции дороговато. Я, на самом деле, раньше их не очень любил. Но сейчас я пересмотрел свои взгляды или немножко постарел. И поэтому рекомендую Клоги Биркеншток. Выглядят они классно. Естественно, дорогие. За такие вот какие-то непонятные тапки, валенки отдавать двадцатку. Как будто бы слишком много. Но, ребята, если присмотреться немного к ним, если полистать какие-нибудь Пинтерест-картинки, то вы поймете, что это выглядит очень даже неплохо. Есть коллабы со Стуси. Есть такие вот коллабы. Есть, естественно, версии подешевле. Есть альтернативки. Можем присмотреться к ним. Потому что, ну, честно скажу, двадцатка дорого. Но если вот такие вот за трешку, за четверку, за пятерку, присмотритесь. Можно взять что угодно. Ну и напоследок что-то максимально отстраненное от этой жизни. Бренд Ро с их мюлями. Посмотрите, это что вообще такое? Вызывают двоякие эмоции. Но будь у меня такие сейчас коллекции, я бы в них потопал в лес. Почему в лес? Потому что там людей меньше. А почему потоп? Потому что, ну, типа, а что это такое? Необычные. Хочется их потаскать. Посмотрите, как они ощущаются в жизни. В общем-то, вот такие вот необычные тапки. В общем, перебегаем к моему любимому разделу оффроуд. К трейловым моделям, максимально агрессивным и симпатичным. И стартуем мы с топа за свои деньги. Это Анто Хэнкдуаны. Которые обошлись мне тысяч в 7-8. В суперстепе с моим промиком. Сейчас там есть черный, болотный. Не знаю, есть или нет. Но если что, ссылочку в описании прикреплю. Это, знаете, как хокки на серединках. То есть, хокки бюджетненькие. Потому что они стоят 20-ку, они стоят, как я сказал, дешево. Здесь еще вибрам есть. Был бы гортекс, цены бы им на самом деле не было. И перебегаем к следующим кроссам. Переходим к таким утилитарным ботиночкам под названием ROA. И выбирайте любую модель, потому что они достаточно сильно все похожи. Тут уже на ваш вкус. Присмотритесь, можно вот эти взять, можно взять вот эти. Максимально такие мужицкие ботинки. Или, так сказать, не знаю, рабочие батальоны. Потому что, ну, выглядит они, ну, посмотрите, сколько там резины. Это вообще, это что такое? Непривычно максимально. Можно ходить в них в горы, можно думать, что вы ходите в горы. Главное их приобрести. Естественно, минус в том, что они дороговаты. 2000 юаней, 1500 юаней, иногда 3000 юаней. Потому что есть вот такие вот интересные коллаборации. Но иногда за красоту стоит переплатить. Имейте в виду. Перебежим к трейловым хокам. Это хока 1-1 Тор Ультра. Посмотрите, вот такая вот интересная версия. Мне она очень нравится. И, возможно, что-то очень похожее у нас либо будет на обзоре в скором времени. Либо прям эта модель тоже до нас доедет. Я не знаю, посмотрю, буду ли я снимать просто два одинаковых обзора. Ну или похожий одинаковый обзор, так скажем. Но в любом случае Тор Ультра вау выглядит вот так. Еще одна модель от бренда хока 1-1 с названием My Fate Speed. Это великолепие трейловое. Посмотрите на эти фоточки. Как будто бы разули какой-то трейловый УАЗик или какой-нибудь Вранглер. И из его покрышки сделали вот эти вот сникерсы. На 10 из 10. Давным-давно рекомендовал. Почему бы еще вот сейчас не показать. Посмотрите. Вау. Кроссы, которые мне понравились 3 года назад. Тогда они стоили 20 тысяч. Потом они стоили 30 тысяч. Потом они стоили 40 тысяч. И сейчас я дожил до того момента, когда они стоят 50 тысяч. Это Соломоны в коллаборации с Борисом Биджаном. Если у вас есть деньги, если есть возможность, покупайте. Это очень классно выглядит. Это, естественно, не для всех, потому что кроссы дороговатые. И скажу прямо, они экзотичны. Но я в них тогда смотрел и влюбился. Не знаю, почему тогда не купил. Наверное, потому что двадцатка на то время казалась дорого. А сейчас, мне кажется, что 50 тысяч для этих кроссовок тоже как-то дорого. И может быть, когда-нибудь я зайду на поездную, вижу цену там 2000 юаней. Тогда я их обязательно куплю. Потому что за эту цену это прям великолепие. Ну и наконец-то, дамы и господа, мы подходим к последнему блоку нашего топа по названиям базы. Здесь всего две модели. Это 990 V4 либо 990 V5. Кто их носил, тот понимает, что это великолепие в деталях. На 990 V6 не смотрите. Это ужасно. По удобству, естественно, это нормально. Но по визуалу это просто бэ. Поэтому четвертые, пятые к ним обязательно стоит присмотреться. И последнее. Это классика от бренда Dr. Martins, а именно Loeffer. Если еще взять с нормальными щупальцами или с кисточкой, то выглядит это великолепно. Я не очень хотел отдавать за них практически 20 тысяч рублей. Но я подумал, что мне нужна такая классика. Потому что она прекрасно подходит под синие джинсы, под светлые джинсы и под классические какие-то образы. Действительно очень прикольно, но дороговато. Но в любом случае, иногда все-таки за какую-то красоту приходится переплачивать. Как бы я сильно не любил кроссы, иногда нужно что-то официально подобное. Ну и естественно, это намного лучше, чем и вот эти вот остроугольные туфельки. Ну и все. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою ТГшку, подписывайтесь на вторую ТГшку. И ждите обзоры на вышеперечисленные кроссовки. На плейную, наверное, будет когда-нибудь обзоры. Но в дальнейшем уж точно за всю жизнь мы отснимем. Ну и все. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok